Всем привет, с вами Кейн. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня в обзоре Дэмойн. Топовый тяжелый американский крейсер. Это мой первый крейсер выкачанный до 10 уровня. Моя первая десятка. И, в общем, сыграл я на нем достаточно большое количество боев. В рандоме это более 470. И плюс еще я сыграл на нем кучу ранговых боев. И также в клановых боях я постоянно играл на нем. В сумме там получается очень много количества боев. Мне этот крейсер очень сильно нравится. Во-первых, он, на мой взгляд, является самым более универсальным крейсером, поскольку у него есть достаточно хорошая скорострельная артиллерия, которая весьма хорошо себя будет показывать на ближних и средних дистанциях. Также есть ПВО, которая тоже весьма мощная, особенно под заградкой. И есть также сама РЛС, которая поможет в борьбе с эсминцами. То есть это самый такой универсальный крейсер, который подойдет вам, в принципе, для всего. И для рандома, и для клановых, и для рановых боев. Но хочу предупредить о том, что зайдет он весьма не каждому, поскольку есть у него такая особенность, это американская баллистика. Навесная американская баллистика, которая позволяет, конечно же, перевешивать острова, стоять за островом и напуливать из-за острова по варажеским кораблям. Но напуливать это будет весьма проблематично, поскольку баллистика навесная, снаряды летят долго. И шанс на то, что вы попадете с первых там двух-трех залпов, очень маленький, поскольку нужно достаточно много потратить времени для того, чтобы пристреляться на нем. Но когда вы уже освоите его, то есть когда вы дойдете где-то от шестого левела до десятого, вы уже поймете, прочувствуете более-менее баллистику. И так же само, если вы будете играть постоянно на нем, привыкнете к этой баллистике, то весьма будут у вас хорошие результаты. Из сильных сторон этого крейсера хочу отметить скорострельную артиллерию. Это 203-мм артиллерия с ДПМом в 5,5 секунд. То есть каждые 5,5 секунд вы будете выпускать 9 203-мм снарядов. Шанс на поджог здесь 19% вместе с взрывотехником. Дистанция с модернизацией в шестом слоте на дальности это 18,4 километра. Максимальная дистанция, на которую может стрелять этот крейсер. По ПВО. ПВО здесь весьма такое среднее. Ну, если брать именно по урону. Дистанция аур это 5,8 километра. Дальняя аура 110 урон. Средняя аура имеет же хороший показатель в уроне 438. Так же есть еще и ближняя аура, но она задействована крайне редко, поскольку бьет всего лишь на 2 километра. По количеству разрывов здесь 5. С мастером наведения зенитных орудий будет 6. Шанс на попадание залпов, разрывов 90%. Максимальная скорость крейсера с флажком Sierra Mike это 34,6 узла. Что весьма не сильно большой показатель. Радиус циркуляции здесь 770 метров. Это очень хороший показатель, поскольку с временем перекладки рулей 6,9 секунд дает нам возможность хорошо маневрировать, во-первых, в островах, во-вторых, уворачиваться от торпед. И маскировка здесь является, наверное, одной из лучших. Ну, хоть не самой лучшей, но одной из лучших все-таки. Это 10,9 километров в полной выкачке и маскировку. Соответственно, и самое главное, что я хочу отметить, это заметность после выстрела в дымах здесь 8,2 километра. То есть вы можете подъехать в союзные дымы, союзного эсминца и включить РЛС, которая бьет на 10 километров. И у вас еще будет 1,8 километра запаса для того, чтобы вести огонь по эсминцу и не быть засвеченным, если вы, конечно же, находитесь в дымах. По перкам у меня сидит Вильям Хелси, который особый капитан, который задается за коллекцию американских крейсера. За полное прохождение вы получите этого капитана с 15 очка. У меня он выкачан уже до 21 очка. И мой выбор перков. Это мастер-наводчик, приоритетная цель, отчаянный и мастер-маскировки. Это самые первые и самые важные, наверное, перки, которые я бы взял, рекомендовал бы брать. Затем я уже взял взрывотехника, тяжелые ББ-снаряды, отличника артиллерии. И взял мастера-наведение зенитных орудий, который добавляет один разрыв в залп ПВО. И, соответственно, увеличивает урон приоритетного сектора на 25%. Но тут уже есть выбор, куда разогнаться. В общем, корабль можно упороть в разные билды перков. То есть можно же отказаться от взрывотехника и от мастера-наведения зенитных орудий. И взять, допустим, перк зенитчик, что тоже будет весьма выгодно его ставить в ПВО. Или же взять еще радиопеленгатор, что поможет вам в борьбе с эсминцами, что тоже немаловажно. Ну, в общем, разогуляться как бы есть куда, но я взял именно вот такой билд. И вот играю с ним. Он мне очень, в принципе, нравится, очень, в принципе, хорошо заходит. Из моего билда перков я бы хотел отметить перк «Отличник артиллерии», который уменьшает КД на нашем главном калибре на 8%. 8% — это не 5,5, а 5,1, то есть 0,4 секунды у нас КД уменьшается. Как этот перк работает? Этот перк работает только в том случае, когда в радиусе нашей базовой заметности, то есть в радиусе 10,9 километров, есть вражеский видимый корабль, то есть если это эсминца, его нужно либо прорелесить, либо он должен светиться. Если это же крейсер, то, ну, соответственно, он будет светиться. И КД на АГК у нас уменьшится на 8%, то есть на 0,4 секунды. Тяжелые ББ-снаряды, соответственно, перк, который увеличивает урон на 5% тяжелых ББ-снарядов, весьма неплохо, поскольку бывают такие моменты, что иногда попадаешь в борт противнику и попадают и цитадели, и пару цитаделей, и более, но у противника бывает остается либо 1000 хп, либо там вообще 300 хп. С этим перком, я думаю, такой проблемы не будет, но возможно же, конечно же, исключение. Все-таки нанесение урона на 5% на ББ-шках мне кажется весьма существенным, поскольку я часто-таки пользуюсь ББ-шками. По модернизациям. Модернизации я выбрал это в первом слоте основное вооружение модификация 1, во втором я поставил особую модернизацию за уголь, это поисковая РЛС модификация 1, которая увеличит время работы снаряжения на 20%. И с этой модернизацией у нас РЛС работает не 40 секунд, а 48, то есть дополнительный 8 секунд с этой модернизацией, что весьма важно при нашем ДПМе. В третьем слоте у нас система наведения модификация 1, которая увеличивает точность наших главных орудий, что весьма полезно на стрельбе на дальнюю и среднюю дистанцию. В четвертом у нас рули, поскольку для этого крейсера весьма будет важный параметр маневренности, и для того, чтобы маневрировать в островах и, соответственно, уворачиваться от торпед, рули не помешают. В пятом слоте это, соответственно, маскировка, поскольку это и есть крейсер, и самым, наверное, важным параметром для крейсера является его незаметность, поскольку это РЛС крейсер, и подокраска к противнику весьма важно быть незамеченным. Поэтому мой выбор, конечно же, это маскировка. Ну и в шестом слоте стоит система управления огнем модификации 2, которая увеличивает дальность стрельбы наших ГК на 16%. Еще один важный момент. Это многие меня спрашивают, есть ли смысл брать Салем. В общем, если у вас есть Демойн, то, наверное, Салем смысла брать нет. В общем, в чем отличие Демойна и Салема? Демойн от Салема отличается тем, что у Демойна по его немножечко лучше, чем у Салема. Во-первых, у Демойна есть ближняя аура, и у него средняя и дальняя аура чуть-чуть мощнее, чем у Салема. Еще такой важный параметр это хилка. Во-первых, у Демойна хилка хилит 303 очка боеспособности, в секунду у Салема хилка хилит 994 очка в секунду, то есть на, грубо говоря, в 300, в три раза больше, чем у Демойна. То есть Салем гораздо живучее, чем Демойн. Ну, хотя бы раза в два, в три, это так точно. Но у Салема есть один минус, у него есть РЛС, которая работает так же само 40 секунд, как у Демойна, но бьет она всего лишь на 8,5 километров, не на 10, а на 8,5. Но у Салема можно заменить эту РЛС-ку на ГАП, и получается у Салема будет и Заградка, и ГАП в одном флаконе. И он может играться, соответственно, так же, как обычный крейсер, не РЛС-крейсер, а просто у него будет и Заградка, то есть что поможет в рандоме, в борьбе с авианосцами, и, соответственно, ГАП, который поможет вам не ловить торпеды. Из минцев. Вот это самые такие кардинальные отличия. Единственное, что... Вот вам мой билд модернизации на Салем. На Салеме я взял, соответственно, в шестом слоте орудие главного калибра модификации 3, которое уменьшает ЭКД перезарядки ГК на 12%, то есть Салем стал гораздо скорострельнее, чем Демой. И используется он, и бьет он, соответственно, на дистанцию в 15,8 километра. Он такой крейсер более ближнего боя, но весьма с существенными показателями живучести. Вот примерно так вот они и отличаются. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok